Мы продолжаем наш разговор о лжепророках и лжемессиях, и мы говорим о Сизмунде Фройде, или Зиммунде Фрейде, и его можно назвать самым величайшим лжепророком всех времен и народов. Посмотрите, это человек гениальный. В чем проявилась его гениальность? Он свои сексуальные все эти извращения, все свои сексуальные фантазии превратил в норму для всех людей. Можно сказать, такая вот религия. Нет Бога, кроме Эроса, и Зиммунд Фрейд, пророк его. Правда? Причем сторонников у него и последователь не меньше, чем у Иисуса Христа. Может и больше. В нашем жутком мире. Даже больше, чем ислама. Потому что, смотрите, все, как говорят, цивилизованный мир находятся под влиянием идей Фрейда. Верующие. В том числе и верующие. Вот это у нас, это еще наше счастье, что мы живем в такой стране, что если ты заявишь, что я завтра иду на прием к психиатру, то на тебя будут подозрительно смотреть. В Америке там каждый, в том числе и верующие, и пастора, ходят на прием к психиатру. Да? Кошмар. И как вы думаете, вот тоже, видите, свое учение? Своё божество, свой мессия, пророк, да, Зимун Фрейд, свои последователи, свои исповедальни. Люди ходят исповедоваться, и в это время удушают определенные идеи. Что гомосексуализм, это хорошо. Вы знаете, вот иди по комплекс, когда, допустим, мужчина любит свою мать, причем в физическом смысле, так сказать, это хорошо. Если мать занимается сексом со своим сыном, это нормально. Есть такие учебники, там, где же мать должна подготовить сына к сексуальной жизни, например, да, а отец должен приготовить дочь к сексуальной жизни, и так далее. И все это проглатывается, и это все идет нормально. Гомосексуализм, да, это хорошо. Если у тебя какие-то идеи возникают, пусть даже самые страшные, самые жуткие, да, ты их не должен задавливать. Потому что какая вина? Вот человек осознает вину, что вот такой гомосексуализм, это плохо, допустим. Инцест, это плохо, да? Вот видите, вот такое ненормальное отношение к матери, мы говорили, было и у Гитлера, да? И такое ненормальное отношение к матери было и у Сталина, да? И тоже вот отношение к женщинам, Гитлера, Сталина, даже чем-то похоже. Ну, Гитлер еще был гомосексуалистом в молодости, вот. Но насчет Сталина это неизвестно. Мы просто не знаем. Но с точки зрения Фрейда, гомосексуализм, нормально. Бисексуализм, нормально. И мы в это все видим, да, и это все внушается нам, постоянно с телевизора, все. Страшная вещь, правда? Я вам скажу, что вот ислам, это может быть и плохо ислам. Но с другой стороны, ислам это хорошо. Хорошо. Подумайте внимательно, что во всем плохом есть что-то хорошее. Потому что ислам не пускает на свою территорию вот таких. И идет, видите, если верующие становятся, вот они сохраняют вот этот менталитет, все вот эти идеи, да. И все это приходит в христианство. И уже на государственном уровне, если кто-то скажет, что извините, извращение это, нет, его ссадят в тюрьму, да. И скажут, вот мы этих гомосексуалистов права ущемляем. А если верующего сажают в тюрьму за то, что он говорит, что гомосексуализм это плохо, это не есть ущемление прав верующих. Правда? Какая же это демократия, если для одних это хорошо, а для других это плохо, правда? Или уж должно всем быть хорошо, или всем быть плохо. По крайней мере, закон должен одевать кого относиться к разному мнению людей, да. То есть вот действительно, у него вот эти эротические фантазии, они бредовые, это мания, да. Ну, маньяк. В нашем понимании сексуальный маньяк это тот человек, который выходит ночью, там, в полночь, там, режет женщин или каких-то людей, или душит их и так далее. Но вообще маньяк это человек, одержимый какой-то идеей, да. Вот мания, да, это сверхценность. Мания, адмона, один. Значит, мания это что? Одержимость идеи. Скажите, если человек одержимый Бога, он маньяк? Маньяк. Маньяк, да? Маньяк. И есть такой маниакальный, депрессивный психоз. Он очень у многих верующих встречается. Наверное, даже у присутствующих здесь. Значит, когда человек сначала летает, он с Богом, у него все хорошо, он пляшет, танцует, потом вдруг что-то у него срывается, и он переходит в глубокую депрессию. Ну, у меня такие вещи тоже бывают. Да, вы понимаете, да? Что любого человека можно под эту категорию поднести. То есть мания, отметьте, это означает сверхценная идея. Да, если у вас есть сверхценная идея. Евангелизация, вы тоже маньяки. Да? Маньяки нормально. С точки зрения психиатрии, я же говорю, где-то ни одного нормального человека. Но самые нормальные позитивные френды это те, кто занимается инцестом, гомосексуалистами и так далее. Ну, нам это кажется смешным. Но это на полном серьезе. И это преподается как наука. Вы понимаете, всегда, в любом обществе было определенное количество таких людей, у которых было неправильное понимание пола, связанное с биологическими проблемами. Но таких людей примерно 0,5%. Да? Один на тысячу. Почему возникают такие вещи? Либо у человека, вы помните, мы говорили, 3Х-хромосомы, да? Это будет женщина, очень сексуально активная. Да? Или 2Х-хромосомы и Y. Фактически преобладает женское начало, но благодаря Y-хромосоме такое существо выглядит как мужчина. Хотя оно, по сути, преобладает в нем женское начало. То есть, это заранее уже человек, предрасположенный к гомосексуализму. Да? Помните, X и 0 хромосома? Это что? По внешнему виду женщина. Но она какая? Мужеподобная. И из-за отсутствия одной X-хромосомы, какое у нее будет? Мужское начало преобладает. Поэтому бывает с женщиной. Вот она ненавидит быть женщиной, она хочет одеваться в мужскую одежду. И так далее. Если генетически что-то определить, то да. У нее есть изменения. Или, допустим, рождается Оно. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Да? Такие существа называются гермафродиты. Ну, вы знаете, что у мужчин есть грудь. Можно личик одевать уже. Особенностью толстых, да? Вот. Вы знаете, что яички, они опускаются так же, как и яичник, из брюшной полости вниз. К процессе развития у мужчины есть матка, да? Вот. У женщины есть половой член редуцированный, который называется клитор. То есть, это следствие чего? Вследствие того, что Бог сотворил мужчину и женщину, да? Сотворил Адама. И в Адаме было начало какое? Мужское и женское. Но затем Бог разделил, да? Это мужское и женское начало. И бывает, где что рождается, непонятно, это мужчина или женщина. Вот. И трудно сделать, трудно определить. Но это бывает. Это патология. Я понимаю это. Но в остальных всех 99,5 процентов, да, это что получается? Это, извиняюсь, блажь, одержимость, неправильное воспитание, да? Вот. То есть, это то, что раньше занимались, как говорится, жиру бесились. Жиру бесились в основном аристократы. Ну, например, в Риме. Там мужской, женский, гомосексуализм был. Из-за чего погорели Помпеи? Вы знаете, это был город курортный. Помпеи и Геркулан. Два курортных города. Вроде современной Одессы, Сочи. Куда слетались все аристократы. Там был и гомосексуализм, и все, что угодно. Мужской и женский гомосексуализм был. Так же, как вот, когда цунами прошло, на этот самый, и детская проституция там была. Как цунами на Индонезию, да? Помните? Бог наказал. Как на городе больше всего гомосексуалистов, Орлеан. Вот все эти катастрофы, они не зря происходят. Потому что наступает какой-то критический момент, когда уже сама земля вопиет от грехов человеческих. Ну, товарищ Фрейд считает, что это все норма. И вы видите, как вообще может быть психиатрия или психология? Я сам психиатром был, вот, психодеврологом. То есть, моя профессия, это вот такое пограничное состояние. Еще не психозы. Вот, неврозы, сосудистая дистония, вот такого вот рода заболевания. Вот, я поэтому научные работы делал, и так далее некоторые. И вот, я действительно убежаюсь. Видите, люди, как нам правильно говорили, все болезни от нервов, один сиферис от удовольствия. Да? Люди сами себе создают проблемы. И все вот эти заболевания из желудка, печени, они имеют в своей основе какое? Психические нарушения, как называют, психосоматические заболевания. Но как можно говорить о психиатрии и психологии в стране материалистов, которые вообще отрицали понятие души? Психа – это душа, да? Психология – изучение души. Но материалисты говорят, души нет. Так что же мы тогда изучаем? Правда? Вот, чтобы вы себя немножко представляли. Раньше люди шли к бабкам, к экстрасенсам, а теперь идут к психиатрам, к психоаналитикам, да? И вы знаете, в Америке по психоаналитику – это все равно, что воды выпить. А там конкретно дух ходит, да? Дух блуда, и там еще с ним, соответственно, еще сотня духов. Чтобы вы понимали. Значит, ну, продолжим биографию Фрейда. В 1885 году он учился в Париже, стажировался у известного невропатолога Жанна Шарко. Помните душ Шарко, который придумал? Вот. Шарко считал, что причины функциональных психических расстройств следует искать не в анатомии, а в психологии. И Фрейд заинтересовался этими исследованиями. Ну, действительно, мы говорили о психосоматических заболеваниях. И вначале Фрейд увлекался гипнозом. Но он отверг гипноз как психотерапевтический метод. Зато проблемы психологии вошли в круг его научных интересов. В следующем году, значит, в 1886 году, Фрейд женился на Марте, очаровательной девушке из бедной еврейской семьи. До свадьбы они были поболвены 4 года, но встречались крайне редко, в основном переписывались. Зиммунд был страстным и ревнивым женихом. У Фрейда родилось трое сыновей и три дочери. И младшая Анна последовала по стопам отца и со временем стала талантливым детским психоаналитиком. А если детям внушать такие вещи, а это еще будет. Правда? Еще страшнее. Ну, все вроде бы хорошо было. Но дело в том, что одной жены Фрейда было мало. И он одновременно занимался любовными отношениями с сестрой Мартой Минной, которая часто сопровождала его поездках. Ну, то есть, как секретарша, так сказать, представительница. У него была жена, которая растила детей и занималась домашним хозяйством, и сестра жены, с которой он занимался сексом, не расставаясь, ездила во все поездки. Можете себе представить, какая это была семейка? Вы, кстати, знаете, что это запрещено, да? Сходиться с женщиной и с ее сестрой, да? Причем одновременно. Вот, конечно. И одновременно у Фрейда был любовник от ларинголога Вильгейм Флис. Когда он успевал все это делать, занимаясь научными, ездил на себе жену-любовницу и любовника. Да, жену-любовницу и любовника. Вот. И поэтому он говорил, что в любом сексуальном акте, это его цитата, слушайте внимательно, любовника звали Вильгейм Флис, от ларинголога. Вильгейм Флис. Значит, и он говорил, в любом сексуальном акте участвуют четыре самостоятельных личности. Но в этом сексуальном акте с товарищем Фрейда участвовали четыре личности. Сам Фрейд, его жена, сестра жены и любовник. Но он заявляет, что в любом сексуальном акте участвуют четыре личности. Вы понимаете, вот эти свои бредовые, ужасно бредовые фантазии, человек сделал нормой для всех. Знаете, сегодня рекорд, завтра норма для всех. Значит, по Фрейду нужно иметь жену-любовницу и любовника. Тогда все в порядке. А четвертый сам Фрейд? Ну, кстати, вы знаете, что сейчас в Швеции там практикуют семьи, где несколько мужчин и несколько женщин живут все вместе, да? Это все тогда же. Вот. Да. Значит, после жизни Фрейд также стал сотрудничать с Йозесом Брейером, одним из самых знаменитых венских врачей. А этот врач достиг успеха в лечении пациентов истериков благодаря применению метода свободного рассказа больных о своих симптомах и проблемах. То есть, тот, что вошел в метод психоанализа, да, когда больной ложится на кушетку и начинает с самого детства там все рассказывать. Это откуда было? Это Фрейд просто украл. Украл, да, у своего, так сказать, напарника по профессии. Йозеса Брейера. То есть, это должен был быть метод не Фрейда, а Брейера. Вот. И Фрейд вместе с Брейером предпринял исследование психологических причин истерии и была их совместная работа книга «Исследование истерии» в 1895 году. И они пришли к выводу, что причиной истерии является подавление воспоминаний о трагических событиях. Люди вообще делятся по своему психическому складу на невростеников, психостеников и истериков. Невростеник подобен муравью, который ползет на кучу песка. Вы знаете, муравей, он лезет, сам такой вот, лезет, 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 срывается опять, лезет, он же понимает, что ему нечего туда лезть, но он все равно лезет, потому что он поставил себе задачу долезть. Долезет, потом будет лезть вниз. Правда? это невростеник. Психостеник подходят к горе и посмотрит и скажет, ой, это гора, и какая же она высокая, и как туда трудно на эту гору лезть. И вот он будет там стоять, стоять, будет долго думать и так туда не полезет. Умный в гору, говорится, не пойдет, да? А что же сделает истерик? Истерик будет так манипулировать людьми, что они сами на носилках его понесут на ту гору. Вот так, если попросту говорить, да? Ну, вы сами понимаете, что то, что хорошо для истерии, разъявляется нормой для всех. Но он считает, что это норма для всех, да? То есть, они изучали истерику, и проблема, видите, в том, что человеку склонно запрятывать в глубину сознания какие-то проблемы. Если у нас есть какие-то проблемы, мы что, прятать их должны? Мы их должны приносить Господу, да? И разрешать по мере этого. Но если проблемы у нас будут накапливаться, накапливаться, то даже если мы будем запрятывать их внутри, они все равно когда-нибудь создадут у нас нервный срыв. А Фрейд говорит так, потому что у него все проблемы носят сексуальный характер, понимаете? Ну, скажите, человек это животное? Правильно выражение. Человек это животное. Да. Но если говорить, что человек это только животное, да? У животных есть какой самый сильный инстинкт? У самых сильных инстинкта, ну, два сильных инстинкта, да, это, значит, инстинкт самосохранения, да, инстинкт сохранения рода. Ну, инстинкт размножения относится инстинкту сохранения рода. Именно поэтому это какая-нибудь птичка там может выводить от гнезда лисицу или жертвовать собою ради своих птенцов. Но животные действуют с точки зрения инстинктов, да? Но человек – это же разумное существо, да? Вы, кстати, знаете, что вообще-то Homo sapiens – это название для неандертальца. А биологический вид человека – он Homo sapiens sapiens. Человек разумный-разумный, такой разумный-разумный. Вот. И может человек контролировать эмоции свои. И должен контролировать, да? Вот. Но по Фрейду не надо их контролировать. Вот. Если у тебя желание, значит, переспать – пожалуйста, переспи, иначе у тебя будут проблемы. Если у тебя желание напиться – напейся, чтобы у тебя проблем не было. Если у тебя желание там что-то сделать – делай, да? И все проблемы от того, что люди прячут свои желания. То есть, с одной стороны, мысль правильная, но с другой стороны, мысль для чего? Чтобы понять, как образуются патологии. Но является ли это нормой для всех? Да это не является вращение правления, является нормой для всех. Безусловно. Потому что если человек будет вести себя как животное, у него возникнут еще большие и еще худшие проблемы. Безусловно. Но Фрейд приводит к такому выводу. Видите, это все от Дарвина идет. Что человек – это животное. Только животное. Это просто разумная обезьяна. Ну, мы знаем, что вообще-то все люди прошли от обезьяны, а евреи – от Авраама. Поэтому нам немножко приятнее об этом думать. Так. Короче. Вот эти все эксперименты Фрейда. А он был очень авантюрный человек. Помните, первый его, когда он такой еще медицинский колледж закончил, когда он лечил морфинистов кокаином. И сам, кстати, пристрастился к кокаину. Вот такой вот наркоман. Да, психопат. И вот он, значит, считал себя врачом. В результате его деятельности в 1896 году его исключили из Венского медицинского общества. В 1896 году его исключили из Венского медицинского общества. О себе он говорил так. У меня довольно ограниченные способности или таланты. Я не силен ни в естественных науках, ни в математике, ни в счете. Но то, чем я обладаю, пусть и в ограниченном виде, развито очень интенсивно. Ну, как мы видим, у него сексуальный инстинкт был очень интенсивно развит. И после того, как его вышибли из общества врачей, он перестал заниматься медицинской деятельностью и начал углубляться в такие оккультные видения с привидениями, с наведениями. Вот в такие вот оккультные области. Он начал изучать и анализировать свои сновидения и практиковать самоанализ. Значит, в течение получаса перед сном ежедневно он сам занимался самоанализом. И вот с 1896 работал по 1900 год. И в 1900 году он написал труд «Толкование сновидений». «Толкование сновидений». Ну, например, если вам снится высокая гора, то она означает половой член. Большой и высокий, о котором вы мечтаете. Ну и так далее. Вам по сновидениям будут говорить. Ну, понимаете, толкование сновидений – это нормально, это хорошо. Да? Согласны? Ну, у Фрейда все толкование, все крутилось возле одного и того же места. Ну, так я же говорю, психопат, натуральный психопат 100%. Ну, если бы это психопат, просто был психопатом и сидел в психушке, это было бы нормально. Но он же весь мир, вот весь мир, вот смотрите, вся Америка, Южная Америка, Европа, там часть стран Азии. Да? Вот кроме стран ислама, практически Австралия. Ну, вот все это, и это считается наукой. И это считается наукой. Я говорю, что больше, наверное, последователей, чем у Фрейда во всем мире, и людей, которые поклоняются и исповедуются на этих всех психоаналитических сеансах. Наверное, ни у кого не было. Значит, с 1901 по 1905 год, это был наиболее творческий период ее жизни, он популял несколько работ. Значит, психопатология обыденной жизни. Три эссе о сексуальности. Юмор и его отношение к бессознательному. Ну, юмор, анекдоты тоже, видите, анализировал. У нас похабный юмор тоже бывает, да? И он выдвинул предположение о том, что дети рождаются сексуальными побуждениями, а их родители предстают в роли первых сексуальных объектов. Ну, вот молодец сосет грудь матери, он уже не просто сосет, а для того, чтобы испытывать сексуальное возбуждение. Да? И так далее. Естественно, Фрейда заклеймили, на этот раз, как страдающего сексуальными извращениями непристойного и безнравственного человека, посевнувшего на святая святых отношения родителей и детей. Вы же знаете, что самое святое, что есть, это семья, да? В этом мире. И всякая попытка разрушения семьи, она вызывает разрушение общества. И вы замечаете, что сейчас вот все направлено на разрушение семьи. В любой ее форме. То, что люди сожительствуют друг с другом, это не является семьей. Семья – это отношение завета, правда? Если люди дают обещания, вот, и сейчас уже говорят так, значит, я буду мужем и женой, и так далее, и буду сохранять тебе верность. Раньше говорили, пока смерть не разлучит нас, а теперь говорят, пока есть любовь. Пока есть, нормально. Является ли вот такой вот заветом, правда? То есть он является и основным разрушителем семьи. Он является основным разрушителем отношений между супругами и отношений между родителями и детьми. В 1909 году некто Холл пригласил его в университет Кларка прочитать цикл лекций по разработке им психосексуальной теории. И лекции в последующем превратились в учебник лекции по введению в психоанализ, который был опубликован в 1920 году. И вот тогда Фрейда приняли на ура, и Фрейд был награжден почетной степенью доктора. То есть в Европе он не имел никакого успеха. Все на него смотрели, как на то, чем он в действительности является. Когда он поехал в Америку, я не говорю, что американцы плохие люди, но я вам скажу, что милость Божия, которая на Америке идет благодаря тем евреям, которые есть в Америке, благодаря тем верующим, которые есть еще в Америке, она тоже не безгранична. И страшные времена могут настать, да. И уже с 1920 года он уже стал великой знаменитостью. Он имел обширную практику во многих странах мира. Пациенты, причем самые знаменитые и влиятельные люди, стремились попасть к нему на прием. В то же время, в 1919 году, в связи с разрухой, вы помните, что творилось в Германии после Первой мировой войны, Фрейд потерял все свое состояние, оказался на грани банкротства. Через год умерла ее 26-летняя дочь. А во время войны у него были на фронте двое сыновей. И, в общем, потом начался антисемитизм, и Фрейд впал в депрессию. И стал уже проповедовать новую теорию об универсальном человеческом инстинкте стремления к смерти. Вы знаете, что существует реально дух смерти. Но есть ли у человека стремление к смерти? Я сам находился под влиянием духа смерти. В течение 19 лет и сейчас он иногда меня посещает. И я знаю, что это такое. Знаю, что это такое. Но я потом подробнее расскажу. Кто знает, тот знает. Вот. Это страшная вещь. Но он говорит, что стремление к смерти – это естественно. Естественное состояние. И есть два начала. Если начало, начинал он как монотеист, можете записать, да? Идея – нет бога, кроме Эроса. И Димон Фрейд – пророк его, да? Можем так? Кратко его кредо. Да, как монотеизм. То здесь он теперь говорит, что есть два начала – Эрос и Танатос. Жизнь и смерть, борющиеся друг с другом за людские души. И опубликовывает эти идеи в книгах. По ту сторону принципа удовольствия. Ну, понятно, когда он уже все удовольствия исчерпал, жить уже не хочется. Правда? По ту сторону удовольствия. По ту сторону принципа удовольствия. А также я и оно. Оно и я. Будущее одной иллюзии. Цивилизация и недовольные ею. А также новые лекции по введению психоанализ. И очерк психоанализа, который был опубликован посмертно. Он был исключительно одаренным писателем. Был награжден одной из самых престижных в мире премий по литературе. Премии Гёте. Видите, это был талантливый человек. Но весь талант его проявлялся в чем? На плохую идею. Правда? На плохую идею. Ну, в время Первой мировой войны он работал в клинике с солдатом. И многих видел такие вот психические расстройства их. И с 1930 года началось усиление антисемитизма. И это тоже оказало главное влияние на его взгляд о социальной природе человека. И опираясь на свои опыты, Димон Фрейд разработал катарсический метод лечения неврозов. Катарсический. Катарсический метод лечения неврозов. Катарсис очищения. Для того, чтобы очиститься от какой-то ситуации, человек должен заново пережить эту ситуацию. Ну, вы знаете, бывают случаи, когда у человека парализованный, а его опять там поджигают дом. И он выскакивает оттуда и начинает бегать. Говорят, что надо человека хорошо напугать. Ну, в моё время был такой анекдот, как Василий Иванович учил японский язык. Это когда я на Сахалине был, естественно. Вот он учит, учит японский язык, никак не может выучить. Что же сделать с ним, говорит Фурманов. А Петька говорит, надо его хорошо напугать. И вот подходит Петька к Василию Ивановичу. Василий Иванович, а знаете, водка будет стоить завтрашний день 3,80. Сикоку-сикоку. Вот так. То есть катарсис, значит, это очищение. Когда человек переживает сходные ситуации, то он может очиститься. Это вот на основании тех всех опытов, которые он делал с пережившими Первую мировую войну. Также концепция отношения личности, я и эго. То есть сознательное есть, да, и подсознательное. Сознательное и подсознательное. Вот. Он считал, что сновидение – это ворота в бессознательное. И обозначал бессознательное словом «ид». «Ид». Он считал, что неврозы нормального человека выполняют защитные функции, так как в них вытесненные антисоциальные желания получают символическое удовлетворение. И борьба между принципом удовольствия, стремлением удовлетворительского и скрытого желания и принципом реальности. И вот динамическое отношение «ид» – бессознательного, «эго» – реального положения вещей и суперэго. Фрейд пополнил разработкой стадии психосексуального развития. Значит, эротические желания, либидо заложены в человеке практически с рождения. Сексуальность происходит у ребёнка три стадии. Первое. Аутоэротизм, нарциссизм. Неэротические побуждения человека, направленные на собственное тело. Впоследствии Фрейд разделил этот период на ряд этапов. Оральный, анальный и генитальный. Вы сами понимаете. Так что мастурбация – это нормально. Это хорошо. Если вы запрещаете мастурбацию, это плохо. Потому что вы тем самым ребёнку не даёте нормально, сексуально развиваться. Ну, то есть, я говорю, всякая психопатология вводится во что? В рамку закона, да? Сегодня это беззаконие, завтра закон для всех. Благодаря товарищу Фрейду. Да. Затем эротические влечения в связи с развитием пола раздваиваются. Принимают специфические формы напряжения. У мальчика это на мать, а у девочек на отца. И враждебность по отношению к матери. Вы помните, был такой Эдип, который жилился на своей матери и убил своего отца. И Электра, которая героиня греческой мифологии, которая помогала своему брату Аресту отомстить за отца, убив мать. То есть, для Фрейда это нормально. Это нормально. И также идея сублимации, то есть вытеснения. Вот если мы не занимаемся сексом, тогда мы можем заниматься политикой или чем-то другим. Но вы понимаете, секс в жизни человека важен. Это нормальное явление. Ну скажите, это единственное лицо, что может? Да? У человека есть много очень хорошего и интересного в жизни. Вы знаете, что сейчас люди буквально доводят себя до нервного и психического истощения, в особенности пожилые мужчины, принимая различные препараты для поддержания. Вот и в 60 лет, если они там меньше пяти раз в день сексом не занимаются, то они считают, что это плохо. Это возводится в ранг высшего удовольствия в жизни. Есть определенные периоды, где сексуальная активность более активна. В пожилом возрасте появляется мудрость, правда? Мудрость, жизненный опыт. Вот стремление научить других, я думаю, что это намного более сильные инстинкты, чем сексуальные инстинкты, правда? Хорошо. Больше о нем сильно много не буду говорить. Ну, еще что, Фрейд заболел тяжело, потому что в 1938 году у него отобрали паспорт, конфисковали имущество, рукописи. Он попал в гетто, он не посещал синагогу, не являлся членами какой-то еврейской организации, вот. Но все-таки его пришлось выкупать. Выкупали его за 100 тысяч шиллингов, собранных коллегами и благодарными пациентами. И он переехал в Англию. Но, тем не менее, в Освенцеве и Майданике погибли четыре его сестры. А по дороге в Лондон он узнал, что дочь Анна, младшая и любимая его дочь, тоже психопедагогитель, попала в гестапо. Можете себе представить. И только чудом ей удалось затем спастись и воссоединиться с отцом. Но это стоило отцу остатков подорванного здоровья. Подорванного здоровья вот таком жизнью, наркотиками, как говорится, излишествами всякими нехорошими. Но он продолжал напряженно работать. И написал труд человек по имени Моисей и монотеистическая религия. К счастью, он остался незаконченным. В этих исследованиях он переключился с личных травм на групповые. Фрейд выкурил в день по 20 кубинских сигар. Страдал раковой опухолью глотки и челюсти. Перенес 33 тяжелейших операций, которые должны были остановить рост опухоли. Носил неудобный протез, заполнявший свободное пространство между носовой и ротовой полостями. То есть все у него тут уже было вырезано, трубки стояли. И не мог говорить. Его постоянно мучили сильнейшие боли, которые с каждым днем становились все невыносимые. И 23 ноября 1939 года Фрейд умер после того, как попросил своего друга доктора Макса Шура дать ему инъекцию смертельной дозы морфия. Вот такая была личность. Ну, можно сказать, что он сам попросил, чтобы его убили. Вот такая личность. Тяжело так вам говорить. Около 60 лет. Да. Хорошо. Ну что? Мы должны теперь о Гитлере, да? Прежде чем начать о Гитлере, я хочу вам прочитать небольшой рассказ. Рольд, Даль, Генезис и Катастрофа. Вы читали этот рассказ? Я вам читал? Нет? Читал, да? Кто-то еще помнит. Ну, небольшой рассказ, на три странички. Что такое Генезис, да? Помните книгу «Бытие» первое, да? Происхождение. Генезис. «Бытие и Катастрофа». Ну вот все нормально, сказал доктор. Его голос звучал глухо. Казалось, что он говорит откуда-то издали. Просто лежите и отдыхайте. У вас сын. Что? У вас замечательный сын. Вы понимаете? Замечательный сын. Слышите, как он плачет? Доктор, с ним все в порядке. Разумеется, все в порядке. Пожалуйста, покажите мне его. Сейчас увидите. Вы уверены, что все в порядке? Совершенно уверен. Он все еще плачет. Попробуйте расслабиться. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Я хочу увидеть его. Пожалуйста, покажите. Дорогая, сказал доктор, поглаживая руку. У вас прекрасный, сильный, здоровый мальчик. Вы не верите тому, что я говорю? Что с ним делает эта женщина? Ребенка готовят, чтобы он понравился вам, ответил доктор. Мы его чуть-чуть обмаем, и все. Вы должны дать нам минутку-другую. Покляните, что с ним все в порядке. Клянусь. Ну, а теперь лежите, отдыхайте, закройте глаза. Ну, закройте глаза. Вот так. Вот отлично. Умница. Я все время молилась, чтобы он выжил, доктор. Конечно, он будет жить. Не волнуйтесь. Остальные не выжили. Что? Никто из моих детей не выжил, доктор. Стоя за кроватью, врач глядывался в бледное, измужденное лицо молодой женщине. Он никогда не раньше и раньше не видел ее. Они с мужем появились в городе недавно. Жена хозяина гостиницы, которая пришла помочь в природах, рассказывала ему, что муж работал в местной таможне на границе, и что эти двое появились совершенно неожиданно месяца три назад. Из вещей только один сундук и чемодан. Муж пьянчушка, рассказывала хозяйка, высокомерный, властный, вечно задирающийся маленький пьянчушка. Но молодая женщина казалась нежной и набожной. Она никогда не улыбалась. За те несколько недель, что семья провела в гостинице, хозяйка ни разу не видела улыбки на лице женщины. Ходил слух, что у пьянчушки это уже третья женитьба, что первая жена умерла, а вторая бросила его. Почему? Причина весьма необычна. Но это только слухи. Доктор нагнулся и поправил одеяло на груди уроженца. Вам не о чем беспокоиться, ласково прошитал. Это совершенно нормальный ребенок. Тоже мне говорили про всех остальных, и я потеряла их. Доктор, за последние 18 месяцев я потеряла троих моих детей. Так что не вините меня за лишнее беспокойство. Троих? Это мой четвертый за 4 года. Доктор неловко переменялся с ноги на ногу. Вы не можете себе представить, что значит потерять их всех. Всех троих, медленно, по очереди, одного за другим. Они сейчас у меня перед глазами. Я вижу лицо Густава. Так же ясно, как если бы он лежал здесь в кровати рядом со мной. Густав был восхитительным ребенком, доктор. Но он вечно болел. Это ужасно, когда дети постоянно болеют. А ты ничем не можешь помочь. Я знаю. Женщина открыла глаза, посмотрела на врача и отвела взгляд. Мою маленькую звездочку звали Ида. Она умерла накануне Рождества. Всего 4 месяца тому назад. Я хотела, чтобы вы видели Иду, доктор. У вас теперь новый ребенок. Но Ида, она была такой красавицы. Да, сказал доктор, я знаю. Откуда вы знаете? Я уверен, что она была прекрасной ребенком. И это не хуже. Доктор развернулся к кровати, прошелся по комнате и остановился у окна. Посмотрел на улицу. За дорогой он видел красные крыши домов и крупные капли, бьющиеся от черепицы. Дождевый серый апрельский полдень. Иде, было 2 года, доктор. Она была так красива, что я глаз не могла от нее оторвать. С самого утра, когда одевал ее, и до вечера, когда она опять лежала в своей кроватке. Я все время жила в священном ужасе, как бы чего ни случилось с этим ребенком. Густав умер. Мой маленький Отто тоже умер. И она была всем, что у меня осталось. Порой я просыпалась среди ночи, тихонько подходила к колыбели и прикладывала к дочке ухо, чтобы убедиться, что она дышит. Попробуйте расслабиться, сказал доктор, в юношке ее постели. Пожалуйста, попробуйте расслабиться. Когда она умерла, я снова была беременна. Доктор, когда это случилось, этого было уже целых 4 месяца, когда Ида умерла. Я не хочу, кричала я после похорон, я не хочу его. Я уже похоронила достаточно детей. А мой муж, он бродил среди гостей с большой кружкой пива. Он сразу обернулся и сказал, у меня новости для тебя, Хлара, хорошие новости. Вы можете вообразить, доктор? Мы только что похоронили нашего третьего ребенка, а он стоит с кружкой пива и говорит мне, что у него хорошие новости. Сегодня меня направили в Бурно, сказал он. Так что можешь начинать собираться. Тебе надо сменить обстановку, Клара, и у тебя там будет новый доктор. Пожалуйста, не разговаривайте больше. Скажите, вы тот новый доктор? Да. Я боюсь доктора. Постарайтесь не волноваться. Каковы шансы теперь у этого четвертого? Вы должны перестать думать об этом. Я не могу. Я уверен, что наследственность губит моих детей. Обязательно должно быть что-то такое. Чепуха, перестаньте. Доктор, знаете, что сказал мне муж после рождения Отто? Он вошел в комнату, заглянул в колыбель, где лежал Отто и сказал, почему мои дети должны быть такими маленькими и слабыми? Я уверен, он не говорит о том. Он смотрел в колыбель Отто, как бы разглядывая крошечное насекомое, и рассуждал. Я говорю, почему бы им не быть крупнее? Вот и все. И через три дня после этого Отто умер. Мы поспешили окрестить его, и в тот же вечер он умер. А потом умер Густав, а потом Ида. Все они умерли, доктор. И сразу в доме стало пусто. Не думайте теперь об этом. Ну, этот тоже очень маленький. Это нормальный ребенок. Ну, маленький. Ну, может, чуть маленький. Но эти малыши зачастую крепче, тех, кто побольше. Только вы образите, фрау Гитлер. Через год в это время он будет учиться ходить. Подумайте, как это прекрасно. Она поболчала. А через два года он будет во всю разговаривать и сводить вас с ума своей болтовнёй. Вы же придумали его имя? Имя? Ну, да. Ну, не знаю. Я не уверен. Кажется, муж говорил, что если будет мальчик, назовём его Адольфус. То есть его будут звать Адольф. Да. Мужу нравится имя Адольф, потому что оно сходно с Алоизом. Моего мужа зовут Алоизом. Превосходно. Нет, нет. Она вдруг села к кровати и зарыдала. Это же вопрос мне задали, когда родился Отто. Это значит, что и он умрёт. Нужно немедленно крестить его. Ну, ну, проговорил доктор. Нежно положил ладонью на плечо. Всё это ерунда. Говорю вам, всё это ерунда. Я просто интересуюсь. Вот и всё. Мне нравится говорить об именах. Я думаю, что Адольфус совершенно хорошее имя. Одно из моих любимых. Ага, Жените. Вот и он. Хозяйка гостиницы плавно прошествовал к кровати, бережно нанеся ребёнка. Вот он, красавец-малыш, воскрик на носе я. Хотите поддержать его, дорогая? Положите её с вами рядом. Его хорошо запеленали, спросил врач. Здесь очень холодно. Ну, разумеется, хорошо. Ребёнок был крепко-накрепко спилён, большой шестеринный платок. Торчала такая крохотная головка. Хозяйка нежно положила на кровать рядом с матерью. Ну вот, сказала она. Теперь лежите и любуйтесь на него сколько душе угодно. Я думаю, он вам понравится, улыбаясь, сказал доктор. Прекрасное дитя. Какие у неё красивые ручки, воскрикнула хозяйка. Какие благородные пальчики. Мать не двигалась. Она даже не повернула головы. Ну же, воскрикнула хозяйка, он вас не укусит. Я боюсь смотреть. Я не смею верить, что у меня ещё один ребёнок и что он здоров. Ну, не будьте такой упрямы. Мать медленно повернула голову. Это мой ребёнок. Естественно. Ну, он такой красивый. Доктор повернулся, отошёл к столу и начал собирать чемоданчик. Здравствуй, мой маленький Адольф. Ш, послушайте, кажется, идёт ваш муж, сказала хозяйка. Врач подошёл к двери, открыл её и глянув коридор. Гэр Гитлер. Он самый. Заходите, пожалуйста. Невысокий человек в тёмно-зелёной форме аккуратно вступил в комнату и огляделся. И гляделся. Поздравляю, сказал доктор. У вас сын. Усы у вошедшего были тщательно ухожены на манер императора Фронца Иосифа, и от него сильно пахло пивом. Сын? Именно. Ну и как он? Отлично, так же, как и ваша жена. Ладно. Отец обернулся, и семьящим неловким шагом важно прошествовал в постели, где лежала его жена. Ну, Клара, сказал он, улыбаясь сквозь усы, как оно? Он посмотрел на ребёнка, нагнулся ниже, и так резкими и быстрыми движениями он нагибался всё ниже, пока его лицо не приблизилось к младенцу почти вплотную. Жена лежала на боку, глядя на него со страхом и борьбой. У него замечательные лёгкие объявила хозяйка гостиницы. Послушали бы, как он голосил, едва появившись на свет. Ну, боже мой, Клара, что, милый, это же ещё меньше вот-то. Доктор сделал несколько быстрых шагов вперёд. С ребёнком всё в порядке, повторил он. Мужчина медленно выпрямился и глянулся. Он выглядел о хорошем и смущен. Нехорошо обманывать доктор, сказал он. Я знаю, что это значит, всё снова повторится. Ну-ка, послушайте меня, начал доктор. А вы знаете, что было с остальными? Забудьте о них, Герр Гитлер. Дайте шанс этому. Этому? Маленькому и слабому? Ну, ведь он только появился на свет. На свет. Даже если это так. Что вы хотите сделать, закричала хозяйка гостиницы. Похороните его за год. Ну, хватит, резко сказал доктор. А мать тем временем рыдала. Тяжёлые стоны сотрясали её тело. Доктор подошёл к мужу и положил руку ему на плечо. Будьте добры с ней, к ней, обрешал он. Пожалуйста, это очень важно. Затем он сильно сжал плечо мужчины и начал незаметно подталкивать его к краю кровати. Тот колебался, доктор сжал плечо ещё сильнее, настойчиво сигнализируя ему всеми пальцами. Наконец муж посклонился и неохотно поцеловал жену с чеку. Ладно, Клара, хватит плакать. Я так молилась, чтобы он выжил. Алоэс? Ага. Каждый день всё это время я ходила в церковь. На коленях молилась, чтобы этого ребёнку было дано выжить. Знаю, Клара, я знаю. Три смерти. Четвёртую я уже не перенесу. Ты что, не понимаешь? Понимаю, конечно. Он должен жить, Алоэс. Он должен жить, должен. О, Господи, будь милосердным.